Сегодня в нашей программе. Нам нужна не просто доктрина, мы хотим пережить реальность Божьего присутствия в своей жизни. Мы были призваны к реальным отношениям с Богом, Божья цель и судьба для нас, не только читать в Библии о том, что Он сделал для других людей. Бог желает привести всех нас к такому же переживанию сверхъестественного божественного чуда, для того, чтобы мы ходили с Ним каждый день, мы должны приближаться к Нему. Рави Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Рави. Молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Рави Шнайдера. Божьи благословения и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Рави Шнайдер. Добро пожаловать. Спасибо, что смотрите нашу программу «Узнавая еврейского Иисуса». Я начал серию программ под названием «Божье сверхъестественное присутствие». «Ничто не может принести такое удовлетворение, как сам Бог». Давид говорил, «Одного я прошу у Господа, чтобы жить мне в Доме Господнем и во все дни моей жизни созерцать красоту Его». Давид желал переживать в своей жизни Бога. Еще он написал, «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к тебе, Божий». Он говорит о настоящем переживании Бога. Именно этого хочу я и многие из вас. И в этой серии программ мы поговорим о том, как мы можем войти в Божью реальность в нашей жизни. Нам нужно записанное Слово Божие. Записанное Слово Божие живое и действенное. Это основание нашей веры, а еще Бог дал нам Свой Дух, через которое мы познаем Его, и через которое мы можем переживать самого Бога в своей жизни, как и люди, описанные в Слове. Если вы не смогли просмотреть предыдущие выпуски из этой серии программ, то обязательно посмотрите их. Вся информация о том, как это сделать, будет на ваших экранах. В первых эпизодах я рассказывал о моем личном знакомстве со сверхъестественной сферой, о моих поисках и трудностях, с которыми я столкнулся, желая иметь больше Бога в своей жизни. На прошлой неделе мы закончили на том, что мы ищем Бога в наших делах, но Бог сказал в Своем Слове, и мне лично, «Я уже в тебе». То есть первый шаг к тому, чтобы ходить в более проявленной, сверхъестественной реальности вашей жизни, это знать, что если вы Дитя Божие, то Он в вас. Вы приняли Духа Святого. А когда вы приняли Духа Божьего, то стали причастником божественного естества. Помните, в прошлой программе я рассказывал вам, что Дух по определению сверхъестественный, потому что Он действует за пределами натуральных законов. Вы становитесь причастником божественного естества, и это делает вас сверхъестественным. Вы имеете призвание, которое настолько запредельно, что его даже сложно описать. Прошлую программу мы закончили на том, что я повсюду искал Бога. Ходил по разным местам, но в конце моих поисков Дух Святой сказал мне, «Ты ищешь меня не там. Я уже в тебе». Иисус сказал, «Царство Божие внутри вас». А мы пойдем далее. Хочу сказать, что вхождение в сверхъестественное отношение с Богом через Его Дух, обитающий внутри, было предсказано еще в еврейском Святом Писании, которое мы часто называем Ветхим Заветом. Пророки Иеремия и Иезекииль говорили о Новом Завете. Мы прочитаем выдержку из книги Иезекииля. Это 36 глава, 27 стих. Господь говорит пророку, «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Господь сказал Иезекиилю, что придет такое время, когда он перейдет от внешних проявлений, где закон был написан на каменных скрижалях, к внутренним, вложив свой дух во людей. И благодаря этому, люди будут знать, как быть водимыми Господом, как следовать за Ним. Павел писал в послании к римлянам, что все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божия. Это и есть сверхъестественное хождение с Богом. Оно берет свое начало не снаружи, не от хождения в храм, как делали древние израилетяне, а от водительства Духа, который обитает внутри нас. Я хочу, чтобы вы нацелили свое мышление на сверхъестественное. Это была тайна, но через Мессию Иисуса она была открыта. Вот почему на Пасху Иисус сказал, «Это кровь Нового Завета». В чем же была новизна этого Завета? Во-первых, полное искупление грехов. Я хочу, чтобы вы послушали отрывок из послания к Колоссинам, 1 главы. «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Иисус раз и навсегда умер за все грехи мира и положил конец жертвоприношению животных. Второй аспект звучит так. Бог вышел за пределы храма и теперь живет внутри людей, которых Он выбрал в качестве места обитания Своего Духа. Произошло полное искупление, и теперь Бог перешел снаружи внутрь. Он обитает внутри нас с вами. Итак, если Бог обитает в вас, то где вы Его можете найти? Вы найдете Его, когда будете контактировать с Его Духом, живущим в вас. Это тайна, которую нужно открыть. Нам нужно молиться об этом. Павел молился, чтобы мы имели откровение об этой тайне. Если вы продолжите просить Бога давать вам более глубокое понимание о Его Духе, обитающем внутри, то вы получите откровение и будете все больше и больше ведомы Его Духом. Когда Иисус умер на кресте, то в Евангелии от Матфея сказано, что завеса в храме, отделяющая святое святых, место, где обитал Бог, от святого, разорвалась надвое. Это означает, что теперь человечество имеет доступ к Божьему присутствию. И я призываю вас верить в большее. Возможно, некоторые из вас сконцентрированы лишь на изучении Библии, не осознавая, что то же самое, что Бог делал для людей, о которых мы читаем в Библии, Он делает сегодня для своих людей. И вы тоже можете переживать, сверхъестественную реальность Бога. Нам нужно быть более зависимыми от Святого Духа. Возьмем, к примеру, Скинию. Скиния была тенью того, как следует поклоняться Богу. Когда священник входил во святилище, то первым, что он видел, был свет от золотой миноры. Золотая минора состояла из семи свечей, которые символизировали Дух Божий. Семь — это символ полноты и совершенства. И духи, находящиеся перед престолом, были представлены в Скинии с помощью семи свечей миноры. А что символизирует минора? Святой Дух, конечно же. Не семь разных духов, а один Дух — семь дней в неделю. То есть, это не что иное, как полнота. И получается, что, входя в Скинию, первое, с чем встречались священники... Послушайте внимательно. Первое, с чем встречались священники в Скинии, был Дух Божий. В Откровении Иоанн пишет свое приветствие, и звучит оно так. «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Это семь духов. Нам нужно стать более сознательными и более зависимыми от Бога. Но мы более сконцентрированы на внешнем. Что о нас думают люди? Как выглядит наша страничка на Фейсбуке? В отпуске мы более сконцентрированы на том, чтобы делать фотографии, которые потом покажем людям, чем на наслаждении самим отдыхом. Я как-то спросил одного человека. Отпуск был хорошим? Наверное, да. Но по фотографиям видно, что он был хорошим. Мы привыкли смотреть на мир снаружи и думать о том, как понравится миру, что забыли о том, что происходит внутри нас. Мы все это понимаем. Чтобы убедиться в этом, стоит зайти в любой ресторан. За столами сидят люди, и вместо того, чтобы вести диалог, они сидят в телефонах. Они сконцентрированы на том, что снаружи, а не на том, что происходит прямо сейчас, внутри них. И это имеет разрушительные последствия. Поддерживать связь с миром, но не поддерживать ее со Святым Духом, это смертельно. Библия говорит, что число зверя — три шестерки. А вы знали, что первый выпуск персональных компьютеров продавался за шестьсот шестьдесят шесть долларов. Я думаю, что дьявол использует технологии, чтобы отвлечь людей от их душ, где обитает Бог, и привлечь их к тьме. Библия говорит, что мир — это похоть плоти, похоть глаз и гордость житейская. Все это не от Отца, а из мира. Сатана использует все эти технологии, чтобы отвлекать людей от себя самих и привлекать их к тьме. Так они забывают о том, кто они, теряют контакт со своей душой и с Духом Божиим, который живет в них, и становятся подвластными тому, что происходит в этом мире. Возлюбленные во внешнем мире много опасностей, но мы должны помнить, что первый шаг к тому, чтобы ходить в более проявленной сверхъестественной реальности в нашей жизни, это знать, что если мы дитя Бога, то Он в нас. Вы приняли Святого Духа, а когда вы приняли Духа Божьего, то стали причастником божеского естества. Дух по своей природе сверхъестественной. Помните об этом. Надеюсь, вы так же воодушевлены этой серией, как и я. Я чувствую себя как псалмопевец, который сказал, «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Другими словами, Он говорит, «Если бы я не знал и не верил, что смогу пережить Бога на земле, у меня бы не было причины жить. Я бы погиб, не имея надежды». Я знаю, что в своей жизни чувствую то же самое, поэтому я и живу, возлюбленная, чтобы переживать эти встречи с Богом. Надеюсь, что эта серия посланий полезна для вас. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. И не только мне. Бог задумал свое царство так, что Евангелие финансируется его народом. Этот принцип начался еще со времен Скинии, когда Бог сказал Моисею собрать пожертвования с израилетян, чтобы построить Мишкан или Скинию. То же самое истинно и сегодня. Павел писал, «Разве не должны благовествующие получать даяние от тех, кто принимает это слово?» Хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если я помогаю вам, помогите нам достигать мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, за каждую душу, которой коснется это служение, вы получите свою награду на небесах. Я люблю вас и хочу поблагодарить за вашу финансовую помощь сегодня. Возвращаемся к нашей программе. Многие люди жаждут сверхъестественного, но они ищут его во внешнем мире. Они обращаются к предсказателям лжерелигиям, а также есть христиане, которые руководствуются внешними знаками, поскольку они не укоренены в Слове Божьем и внутреннем свидетельстве Святого Духа, потому что утратили связь с собой. Они полагаются лишь на милость каких-то внешних знамений. Хочу сказать, что вы будете обмануты, если руководствуетесь только знаками из внешнего мира. Я пастор общины, и я даже не могу вам передать, сколько людей, искренних верующих, приходят ко мне и рассказывают о том, что с ними произойдет из-за того, что они видели какое-то подтверждение. Они увидели знак, кто-то написал или сказал им что-то, они увидели кого-то в городе или наткнулись на кого-то в ресторане. Они считают все эти вещи сверхъестественными знаками, но зачастую их ждет разочарование, потому что они полагались на то, что было не от Бога. Иисус пророчествовал о том, что будет много демонической активности, указывающей на лже-знамения во внешнем мире. В Евангелии от Матфея мы читаем, «Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Где происходят эти великие знамения и чудеса? Во внешнем мире, в видимом естественном мире. Почему они происходят? Для того, чтобы сбить с пути даже избранных. Нечто подобное мы читаем во 2-м послании Фессалоникицам, 2-й главе, 9-м стихе. Павел пишет, «Приход беззаконника — это дело сатаны. Он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса. Я лишь хочу сказать, что мы должны быть осторожны и не полагаться на то, что кажется нам подтверждением из внешнего мира». Сатана трудится во внешнем мире, но есть одно место, где он работать не может, и это сердце ребенка Божьего. Вот почему нам нужно учиться тому, как быть чувствительными к Духу Святому, обитающему в нас. Мы преимущественно ведомы не тем, что происходит снаружи, а тем, что происходит внутри. Многие из нас жаждут сверхъестественного. Вы бегаете повсюду в поисках этого сверхъестественного и связываетесь с силой Божией только через то, что происходит в видимом мире. Но Иисус сказал, «Никто не сможет сказать вам, вот оно здесь или вот оно там, потому что Царство Божие находится внутри вас». Я встречал много людей, которые говорили, «Я получил такое подтверждение. Я слушал радио и услышал эту фразу. Я знаю, это Бог подтвердил мне то, о чем я думал, потому что я услышал это именно тогда, когда я думал об этом». Или же человек едет по дороге. Например, моя фамилия Шнайдер, и есть какой-то парень, который влюблен в девушку по фамилии Шнайдер. Он едет в машине и думает о ней, и вдруг ему навстречу грузовик с надписью «Шнайдер». И он думает, «Ах, это знак! Нам нужно пожениться. Мне нужно оставить жену и жениться на ней». Нет, во внешнем мире работает сатана. Я хочу рассказать вам о моих отчаянных попытках научиться различать голос Божиим. В моем хождении с Господом мне нужна была уверенность, что все, что я делаю, и говорю правильно. Но, к сожалению, Бог не говорит мне по утрам, какие носки мне надеть. Бог не всегда говорит мне, «Пойди туда, позвони этому человеку». Зачастую нам нужно просто взирать на Господа и делать все, что в наших силах, полагаясь на водительство Духа и проверяя это водительство и при этом двигаться вперед. Но некоторые из нас настолько не уверены, что мы хотим, чтобы Бог прямо говорил к нам по поводу любого нашего решения и давал подтверждение. Расскажу, насколько у меня все было запущено. Это было 20 лет назад. Я взял четвертак, на одной стороне я написал «Бог», а с другой стороны было просто пусто. Я завернул монету в бумагу, а на одной стороне написал «Бог», и другую сторону оставил пустой. Вот, кстати, этот четвертак. Я повсюду носил с собой эту монету. Если мне нужно было принять решение, то я подбрасывал монетку. Если она приземлялась на сторону с надписью «Бог», это означало, что Бог хочет, чтобы я это сделал, купил или сказал. Но если она приземлялась на пустую сторону, то я принимал это как «нет» от Бога. Вот как я принимал все мои решения. Я настолько сильно хотел услышать Бога, я так сильно хотел поступать правильно. Я так хотел быть уверенным, что поступаю правильно, что подбрасывал эту монетку. Господь, если она приземлится на сторону с Твоим именем, то это значит, что я должен это делать. Если же нет, то нет. Я так часто подбрасывал эту монету, что иногда даже забывал, зачем я это делаю. Я был в рабстве. И Господь обличил меня. Он сказал, «Это не я. Я не джинн. Я не обязан отвечать тебе через монету». Бог приходит и говорит тогда, когда Ему хочется, как Ему хочется и где Ему хочется. И мне пришлось отказаться от монеты и понять, что Бог не обязательно будет давать мне божественные подтверждения по поводу любого решения в моей жизни. Господь, а мне стоит принять душ? Он не будет отвечать, «Да, прими душ прямо сейчас». Или, «Нет, только через 10 минут». Все работает совсем не так. Но я был настолько неуверен в себе, что хотел получать подтверждение для каждого моего действия. Я хотел быть уверен, что хожу в Его совершенной воле. Но Господь сказал, «Так ты не научишься ходить со Мною. Перестань подбрасывать эту монетку и просто доверься Мне». Бог говорит к нам, когда Ему это важно, как Ему хочется и когда Ему хочется. Возлюбленные, вы можете доверять Богу. Он будет верно вести вас. Пребывайте в Нем, доверяйте Ему и продолжайте каждый день искать Его. Хочу прочитать вам один из самых прекрасных стихов о Божьем обетовании, которое приходит на нас, когда мы почитаем Его своим имением. Прочту из притчи 3 главы 9 и 10 стиха. «Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся житницы Твои до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином». Это прямое обетование. Если мы почитаем Бога своими финансами, Он ответит на это сверхъестественным благословением наших жизней. Если вы верите в это, тогда прошу вас, если вы чувствуете, что Дух Святой сейчас стучится в ваше сердце, сделайте свое лучшее приношение Господу через программу «Открывая еврейского Иисуса». Спасибо вам за помощь. Я люблю вас. Благословения вам. Шалом. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Рави Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Рави Шнайдером, и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы с нетерпением ждем ваших писем. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, открывая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Мы с мужем почувствовали сильное побуждение поддерживать это служение, и Бог благословил нас на это. Мы видим, как Господь использует Рави все больше и больше, и мы рады быть частью того, к чему Он призван в эти дни и в это время. Реймонд и Кэролин с Фейсбука. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Служение, узнавая еврейского Иисуса. Проповедуют Евангелие в Израиле и в мире. Но эта сложная миссия может быть выполнена только благодаря таким верным партнерам, как вы. Если Бог побуждает вас стать нашим партнером, зайдите на наш сайт, когда вы станете партнером. Рави посеет вашу жизнь очень важной дарой в поисках его. Рассказ о жизни Рави. Оно того стоило. Интересная история жизни от Синтии Шнайдер и «Крусейды за кулисами». Эксклюзивный рассказ о том, как Рави путешествует по всему миру. Становитесь нашим партнером уже сегодня. Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Принимайте его. Я помолюсь за вас. Я ва-ре-хе-я-ве ва-йиш-мар-еха Я ер-я-ве п'на-в-е-ле-ха Ви-ху-не-еха П'на-в-е-ле-ха Ви-а-с-м-ле-ха Ви-а-с-м-ле-ха ШАЛОМ Да благословит вас Господь и да сохранит вас да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Добротит Бог Отец, Господь, к вам лицо свое и дарует вам свой мир. Кто-то сейчас смотрит нас и чувствует сильное желание отдать свою жизнь Богу. Вы знаете, что должны прийти к Нему. Он послал Иисуса в мир, чтобы Тот умер за ваши грехи и примирил вас с Богом. Просто скажите, Иисус, прости меня. Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Войди в мою жизнь прямо сейчас. Я отдаю мою жизнь Тебе. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, то воспользуйтесь информацией, которая сейчас на экране. У меня есть материалы, которые я хотел бы передать вам. Если вы произнесли эту молитву сегодня со мной, то приняли самое важное решение в своей жизни. Бог любит вас. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» не пропустите этот замечательный выпуск.